Илья Владимирович, за что тебя все любят? А с чего ты взял? Подожди, давайте заново. Ну, наверное, по большей части я оптимист, и какая-то доля юмора во мне присутствует. Наверное, важный вопрос. Отвечу, наверное, так, что ровно ноль, потому что тяжело расстаюсь с деньгами. И очень болезненно. Но я скажу больше, он знает уже немного испанского, и ходим мы сейчас на польский. У меня жена поспособствовала этому всему, и больше, наверное, повлияла на это все. Она занимается с ним регулярно. Ну, начинал свои первые шаги в английском самой, наверное. Мы первые, по-моему, в год или в полгода выучили 12 цифр, и он умел на английском считать до 12. И когда мы гуляли по Гайдару, вот эта игра считалочки, в общем, бабушки были в шоке. На самом деле, когда нас встречают в городе, и жена идет разговаривать с ним на английском, дети, которые окружают его в этот момент, они начинают все вспоминать какие-то фразы, какие-то слова. Но это достаточно так смешно выглядит. Но все-таки дети стараются и хотят тоже разговаривать. Большая часть думают, что это просто иностранцы залетные, можно так назвать. В зоопарке были, там слон был. У него достоинство мужское там было. Похоже на ногу, на самом деле. И когда меня спросил он, что это, очень сложно было аргументировать, и что-то вообще предложить, и придумать на этот вопрос. Ну, вообще не ответил. Ну, сказал, что это нога. Да, там по-другому ничего не придумаешь. На хвост оно точно не похоже. Так у меня были такие случаи. Я, наверное, бы для начала повел банк и попытался бы взять на него кредит. А так, не знаю. Ну, забирать что-то надо. Просят часто, но я небогатый человек. А у нас нет дорог просто, я не могу. Ну, не с чем сравнивать. Наверное, в самолете, потому что нет ям. Хотя есть воздушные. Ну, наверное, безопаснее в самолете. Честно говоря, один раз был, но удовольствия мало, потому что нету ни... Ну, такое ощущение, что это для галочки все делается на самом деле. Это даже не один раз в институте постоянно ходили, в техникуме ходили. Ну, я так понял, это никому не надо. Это так, пиар-ход можно назвать. Поразило место, там, где Трамп живет, или его гостиница, там куча охраны. Мы когда проходили, подъехала машина, случайно остановилась, сфотографировать. Так я думал, американка полицейская его просто сейчас начнет стрелять. Она там говорит, гоу-гоу-гоу, ну, типа быстрее едь отсюда. Ну, это было для меня шок, конечно. А когда пошел на первую или на вторую тренировку, еще туда, в порту были занятия, и мне там жесткий тренер был, я не помню, то ли нам лифт, то ли кто. В общем, там все чемпионы были, и меня поставили в первый раз. В первый раз что-то там разминочное было, такое легенькое, а второй раз уже как на спарринг поставили. Ну, дали мне в нос, и я понял. Ну, это с Виталией Радченко было, да? Да, да, да. Это он меня проводил. Ну, ты сказал, до свидания, все, спасибо, все умею уже, да? Да, когда чутьюшка не потеряете, класс в носу. Это вообще тяжелый случай был. На самом деле, очень нужны были деньги. Как она называлась? Сотис называлась. Сотис? Я назову это... Дискотека в Нигерском районе, это, наверное, так больше звучит. Там был трэш просто. Там столько людей было, что накурено. Там такое происходило. Драки постоянные. Ну, это был трэш. Вход был по 50 копеек. Нам даже с города ездили ребята на дискотеку на эту. Ну, это жесть была. Помню, на кассетах это все было. Карандашом эту кассету мотаешь. Ну, это вот трэш был. Особенно пьяные девушки, которые одну и ту же песню там 50 раз хотели услышать, и больше ничего не надо было. А сколько заказ песни стоил? Сначала, короче, бесплатно, но потом это поднадоело, потому что рукой махать, вот это, мотать вернее кассету, не очень весело. Я, по-моему, тоже 50 копеек говорил, давайте. Ну, не все платили. Знакомым, конечно, бесплатно. Выдающаяся личность, я считаю, для города. А самое непонятное для меня, это то, что не выделяли, ну, я не говорю там заработную плату ему, даже место для тренировок. Мы тренировались в какой-то там клетке, асфальтированные, ворота по пояс были, либо это было внизу, когда в дождь накатывали огромный мяч. Ну, чтобы вы понимали, мы его втроем несли оттуда с тренировки, потом отбивали. А история с питбулем, это было на Азовце, когда-то, бывшем Азовце, сейчас это тяжело назвать стадионом, бегала собака за мячом, питбуль по стадиону. Ну, в общем, перерыв там, все, мы в раздевалке, и она забежала в раздевалку. Ну, он был очень эмоциональный человек, говорит, забирай ее. Ну, вы представляете, как можно забрать питбуля, там вообще его схватить? Ну, очень, в общем, было страшно. Но в итоге питбуль получил от него конкретно. Он его просто лопашил кулаками, ну, в итоге убежал. Ну, а впоследствии мне досталось за то, что я этого не смог сделать. Я, наверное, назову это Баранов, потому что при нем хоть что-то делалось, ну, конкретные какие-то действия были. При том, что было в бюджете гораздо меньше денег, чем сейчас. Я вот недавно, я ехал к вам на передачу и думал, если бы была хорошая команда, хороший мэр, можно было бы даже по 5 гривен собрать с каждого гражданина, это 100 тысяч, было бы это полмиллиона гривен. И даже на них можно уже что-то делать. Ну, 5 гривен, я не думаю, что это колоссальные деньги для людей. А почему сейчас нельзя собрать? А никто не верит этой власти. Ну, я так думаю, что никто не доверяет и не верит, потому что, ну, вы же сами видите, во что город превращается с каждым годом. Для меня вообще это загадка всего. Такое ощущение, что мы живем последний год и хотим хапнуть все и сразу. На самом деле уже альтернативы, ну, отдыха в Египте, Турции, они гораздо дешевле, и когда ты приезжаешь, ты не думаешь ни о чем вообще, то есть ни о питании, ни о алкоголе, ни как провести время. У нас ты приезжаешь, ты мало того, что поселишься, непонятно где, заплатишь космические деньги, потом ходи, думай, где поесть, где попить, где что делать, насыщенность этих пляжей, то есть шезлонгами, то есть за все плоти, ну, я не понимаю, почему они развивают наш курортный город. Кстати, Бердянск недавно признали лучшим курортом, как ты говоришь. Среди чего? Среди курортных городов Украины. Среди Приморска и этого, Мелитополя, как это село называется? Кирилловка. Кирилловка, ну, может быть. Но я думаю, они нас догонят и скоро перейдят с таким развитием. На самом деле, тема магнитов очень интересная. Когда-то был бизнес, связанный с ними, но это уже предотвратили, все. Можно было их раньше клеить на счетчики и платить за коммунальные услуги гораздо меньше. Но сейчас используют какие-то магнитные ленты, ну, сложно, в общем. То есть, она отрывает и тебя штрафуют. Не рекомендую уже. Конечно, пытались и много раз. Ну, конкретно тебя как? Да я так не могу сейчас вспомнить. А, все. Когда-то я учился в университете. Ехал в маршрутке, мне приходит смска. Ну, тогда только мобилки, появились, все. Что в новых технологиях я выиграл 15 гривен. Я доехал до ЭКЗ, заплатил там, сколько тогда там, 3 или 2 гривни, по-моему. В общем, потом назад приехал в эти новые технологии, захожу, говорю, я тут приз выиграл, 15 гривен. Они говорят, ну, так вас отрели, говорят, мы не проводим никакие акции. Ну, я думаю, они виска покрутили. И я думаю, ну, это жесть была. Мне обидно было, что я туда и назад потратил деньги на маршрутку. Ну, потому что богатые люди, наверное, окружают и живут в нашем городе. Я не могу сказать, для меня это непонятно. И я не понимаю даже, ну, пусть они будут высоки, но должно быть соответствующее качество. Ну, тарифы большие, качество никакого. Да, надеюсь, что должно уж когда-то что-то меняться в этой жизни и придет какая-то, может, успешная команда. Но, может, люди не... Да, я не знаю, нас не изменить просто. Когда остановился вопрос о евроинтеграции, там, да, и все там, идти, не идти, хорошо, нехорошо, я всегда думал, а куда нас пускать? Ну, мы же варвары. Нас куда не пустим и начнем красть, воровать. Ну, другого я не вижу просто. На самом деле, я надеюсь, что придет какой-то молодой, амбициозный и, может быть, не будет красть. Есть, конечно, депрессия, есть всегда какой-то переходной период, потому что тяжело свыкнуть с тем, с реальностью в жизни. И я не скажу, что там сказка, но там, во всяком случае, чисто, удобно, комфортно. Там даже машинные развязки удобные. То есть ты не думаешь о том, что ты прозевал там что-то или влетишь в яму. То есть там круглосуточно убираются улицы, круглосуточно посыпается асфальт, чтобы не было гололеда. У нас самое интересное, получается, мы готовы к зиме, две аварии уже точно, я знаю, на строй детали только из-за гололеда. Просто, ну, это парадокс, на самом деле. Я когда попал в седьмую школу, это каждый день какой-то случай. Начиная с того, что там на ДПУ брали автоматы и бегали в столовые грабить. Ну да, и бегали там захват в столовой делать. Естественно, никто не реагировал на это все. Ну, уискат только крутили, не более. Самое странное, это я пошел работать в IT-компании, наверное. Это был трэш, потому что осознавать то, что ты вообще ничего не понимаешь и что ты пытаешься еще сделать, это вообще жестко. Ну, есть люди, которым это нравится и не получают удовольствие. Я лично до сих пор не пойму, как меня туда занесло. Сами программисты, ребята, интересные есть. Они очень замкнутые, на них нельзя кричать. Ну, чтобы вы понимали, один случай был, жара была, ну, то есть, лето, жарко. Говорю, вот сейчас на море поехать, покупаться. А он мне отвечает, один из программистов говорит, да не, я такое, говорит, не люблю. Мне лучше в посадку, говорит, взять пиво и сидеть на поезда смотреть. Меня это убило. Ну, это вообще специфический народ, на самом деле. Есть ребята классные, у меня в Нью-Йорке знакомые, там, есть. Они реально крутые программисты, и они тоже коммуникабельные. Но есть и такие экскурпляры. У нас же одна ветка, один поезд в день ходит, это можно как бы долго просидеть там, пока тщательно сидеть. Я больше был удивлен, когда я ему говорю, как можно сидеть, если, допустим, уголь везут или еще там, что-то, тебе в лицо летит, он говорит, ну, так вот это ваше интересно. Свободное, нормальное. Рекомендую всем. Следующее интервью с Алексеем Бакаем. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова